Возвращаемся, вторая игра, Team Liquid против MTW Баны Batrider, Magnus, Wisp undying Первую игру весьма убедительно взяли команда Team Liquid Буквально два файта в мидгейме выиграли и пронесли Очень удачно они дрались, хорошо Посмотрим, что возьмут здесь первым пиком Кого здесь можно взять, Dark Seer можно взять, можно придумать еще кого-то, можно взять Ну вот, собственно, его берут, Синдерин любит и уважает Dark Seer Настолько, что аж берет первым пиком В принципе, он во многих обсуждениях это говорил неоднократно Смотрим первые пики команды Team Liquid Кого можно еще взять? Возьмут ли они в этот раз лаундруида? Либо же он вообще не так популярен в Америках? Давайте смотреть Всем интересно, смогут ли сделать какой-то камбэк команды MTW Либо же Team Liquid просто самоутвердиться и выиграть 2-0 Давайте смотреть Кого здесь можно взять? Можно взять Никсасасин Да, вот он, Никсасасин Двух саппортов решили взять, то есть стратегию полностью не выдают То есть время выдавать свою стратегию команде MTW Двух очень сильных саппортов взяли То есть этот трилейн будет мощнее некуда Можно брать кого угодно Хоть Тайни, хоть Хаус Кнайты, хоть Фантом Лайнстера В общем, достаточно много персонажей, хоть Луну убрать Ну и в общем-то MTW, я думаю, это вполне понимает Надо в ответ брать что-то сильное, тоже свое Трилейн здесь такой весьма угрожающий вырисовывается Тим Ликот Не постеснялись они сходу двух саппортов взять Не стали брать что-то еще Сильный лейнинг Половина успеха Минута остается Какого можно взять здесь? Давайте думать Кто в трилейне там будет стоять против них Пока не особо понятно Конечно, можно послать против них Дарксира Но даже его, я думаю, смогут убивать рано или поздно Берут Луну Нацеливаются перепушить их Берут Луну, берут Шадоу Демона Не удивлюсь еще, если мы и Чен увидим сейчас Видимо, смотрелись они реплеев ЛЖД Интернешнл Трилейн здесь может пойти как в офенсив, так и в дефенсив Зависит от того, какого кэри они возьмут Кто будет фармить в этом трилейне Будет ли кто-то фармить вообще То есть можно Можно идти пробовать убивать Однако ранние урни нужны То есть если они придут сейчас На короткую линию, будут там пытаться Пытаться наглядеть Вот, собственно, берут Хаус Кнайта Я думаю, в офенсив Трилейн они не пойдут Они пойдут для начала подкопят уровни Чтобы уровни третий хотя бы были Ну и пятый уровень у Хаус Кнайта Потом уже пойдут делать дела Сходу здесь банят визажа МТВ Не знаю, зачем он визажа вообще банят Учитывая, что два саппорта уже есть Видимо, подозревают, что Корок может пойти на Никс Асайсин, на мид Тогда придется еще одного саппорта добирать в Трилейн Но сомневаюсь, что так произойдет То есть Этот бан меня весьма удивил, скажем так Смотрим, кого надо брать здесь Точнее, кого надо банить Надо банить саппорта для Трилейна Саппорта, в принципе, более чем достаточно Ну и надо банить кого-то, кто пойдет на мид Кто помешает Я думаю, свои мысли по поводу того, кто у них пойдет на мид Уже имеются В принципе, я бы для начала по саппортам прошелся Забанил Ленингман Not bad Синий Тимфайтер Включает банам Ландруида Кого еще есть, можно побанить Я бы, если честно, да, вот Чена и Лишака еще забанить То есть, двух таких пушеров С Тимфайт потенциалом большим Еще можно Лишака забанить Просто потому что Ну, Шадо Демна и Лишак Луна Это Трилейн сам по себе достаточно сильный То есть Могут они Повоевать еще С двух сторон Поубивать соло-героев Либо же друг против друга подраться Более-менее неплохо Последний бан идет Тинкер Ну, у Синдерена прям какие-то стандартные вторые баны Что Визаж Ландруида Тинкер Как-то меня это Смущает Но понятно, что Тинкер здесь действительно мог бы Показаться Натворить дел Учитывая, что здесь такой более-менее фаст пуш Более-менее обозначили Вот остались они без сильных героев Без Чена, без Магнуса Посмотрим, возьмут ли они Enchantress Захотят ли Ну и в целом Как у них будет складус Весь этот Трилейн их То есть можно Понятное дело, что Можно на мид кого-то поставить Шадо Демна Пустить ромить с кем-то Чтобы Луна и Дарксир Максимизировали свою уровню Как это делали в HD International Ну вот Без Чена с Enchantress Можно, конечно, попробовать за ромить Но уж больно там От удачи зависит Если попадется плохой крип Либо немножко Отстань Опять все отвалилось Вот, вроде вернулся стрим Сейчас напишу, чтобы народ рефрешнул Какие смолики Вроде вернулся Забаль на Бланара От греха подальше Тоже понятно, что на мид кто-то падет Может пойти Синдерейн на Бланаре Почему бы нет Отвечает Пиком Жакира Трилейн весьма хороший То есть и Обширный весьма стан есть И Есть Луна и Шадоу Демон В общем-то Однако я сомневаюсь, что Жакира Получше, чем Лишрак будет Даже получше, чем та же Лина Понятно, что Стан у него хорош Но вот урона от него не так много Ну посмотрим, как Как обыграет А, ну Раз сам врубается То и того лучше То есть буквально на 5 секунд Вылетает Каждые полчаса Но Проблема это на самом деле Больше мне доставляет, чем зрителям Мне потом после этого Все игры придется склеивать По кусочкам Что на Ютуб залить Но В остальном уже зрители возвращаются Дисраптора Вот так вот Похоже Никс Ассасин действительно Пойдет на мид То есть Трилейн будет Кипровзлать Дисраптор Хаус Кнайт И это понятно, что Офенсив Трилейн Это уже Ну никак не может быть То есть им надо фармить Получать уровни С этой стороны То же самое Заромить Ну Жакира Шадоу Демон Конечно могут, но Почему-то мне кажется Что не так успешно Как они могли бы это сделать С Лешаком Или даже тем же Свеном В общем-то С Линой какой-нибудь То есть Немного уровня Надо получить им Жакира Не так много урона Как я и говорил Долбрайс Ну и где же тут Последний пик Надо дождаться Последний пик Это Кто-то Кто пойдет на мид Посмотрим Можно взять В принципе Беремастера Неплохо Он бы здесь пошел Посмотрим Подумает ли о нем Синдерен Синдерен задумался У него Чуть ли не 10 секунд Остается Сам он пойдет на мид То есть Он пикает для себя Сейчас Остается 5 секунд 4-3 Вот и он Наконец-то Долго прям думал Ну и здесь Надо тоже Кого-то на мид Взять Против ремастера Кого-то на мид Можно взять В принципе Достаточно много Персонажа Могут взять Хоть темплара Ассасин А здесь На мид Уже Никс Ассасин Идет точно Оффлейнер остался Судя по всему Ну непонятно Пока что Здесь слейн То есть Здесь Можно и Дабл мид Поставить Например Там Не знаю Хаус Кнайт Плюс Кипер оф Злайт Можно Никс Ассасин Кипер оф Злайт В общем Кого угодно Плюс еще Сейчас надо Добрать Кого-то Кто будет На соло Стоять Кого здесь Можно Взять Я пока Даже особо Особо Не знаю Фреон доступен Но не уверен Что он здесь Попадет В команду Так хорошо Можно брать Кого-то Из разряда Сэнд Кинга Тайт Хантер Но уже и так Полу саппортов Просто Просто куча Нужен кто-то С керри потенциалом Лайстилер Конечно доступен Но вот Есть у меня сомнения Что Схотят его добирать Вивер Вот так вот План бы Мне все-таки Нужен был То есть Есть мне лайстилер Так вивер Все-таки Решили что Лайстилер Но как-то Как-то поднадоел Дисраптор берет Балбы Неужели Дисраптор будет На миде стоять Ладно Сейчас разберут Они героев Посмотрим ТС на вивере Само собой Посмотрим Как он на вивере Там отстоит Если честно Есть у меня Небольшие сомнения По этому поводу Что у них Дисраптор На мид идет Тоже немного Мне странно В принципе Ротик Брюймастера Проблемы Особых не будет С быстрыми уровнями Быстрее драться Получится На мид Может пойти Корок вместо Балбы На самом деле Да Сейчас мы Это все узнаем Побежали Сходу Спасать свой лес Тулекс На луне Снерин Брюймастер Матрем Шадоу Демон Стендин EGM На Жакира И Варлак Дарксир Желаю Удачи Очень вежливая Команда МТВ Есть Балбы Действительно Диатнамит Купил себе Три веточки Мантию 57 урона Not bad Танго На быстрой бутылкой Две сотни Оставил Такой вот он Дисраптор Здесь ТС На вивере Вот Есть у меня небольшие сомнения Но дали ему вардов Флаф ему закупил вардов Чтобы он Диварнул И лейнворд И если сентри поставит Посмотрим Удастся ли ему Это сделать Флаф Никс Ассасин Эксмайк Киперозлайт Ну и собственно Корик опять В трилейне будет Будет опять У него Фрифарм То есть Сюда вообще Теперь никто Не придет Если в прошлой игре Там ходил Баунти Хантер У них То в этом Совсем никого Но исходу Сентри Трайс Никуда Вивер Как я и говорил Могут его вполне Отогнать И Как-то он Слишком рано Я поставил Расставили варды Синдерен Тоже не самый Быстрый бутыл То есть Купил он еще И Салю В передаче У меня подозрение Что он думает Что Лейны будут Немножко Другие Киперозлайт Нашел Иллюжен Послал На мид Помешать Немного Синдерен Сейчас Райт кликнет Ими его Просто Даже Райт клик Не стал Куда-то Их увел Синдерен Сходу Получает Андерстрайк Баба Не стесняется Синдерен Понимает Что Оппонент Ренджовый Но однако Брюмастер Сам по себе Весьма плотный То есть До бутылки Я думаю Он доживет Вообще без проблем Ивер Продолжает Здесь ходить Отчаянно Хочет Девардировать Но саппорт Постоянно стоит Он знает Что у Ивера Есть центры Что Ивер будет пытаться Убить его варды Теперь вроде бы Есть возможность Это сделать Надо ТС Скорее А второй вард Он уже потратил Даже То есть Это уже Произошло Упустил Самый интересный Момент Здесь С вардами Это Глимс вторым Урунем Качает Иллюзии Киперовзлайты Нашли Наконец Своё местное Значение Повел их Через всю карту Зачем-то В уголке Они тихо Умерли Корк Преформирует 8 крипов Есть Здесь 5 луны У неё уже немного Постреляли То ли крипы То ли Вивер Непонятно Скорее всего Крипы Вивер Особо не выходит Знает Что Стоит Здесь Сентр И Я думаю Обновлять Они Будут Достаточно Часто Здесь Одна Сентра Осталась Уже Акиров Он здесь Сделает Двойной Отпул Монголем Пошли Бить Крипов Пришёл К ним Шадов Дем Получается Уровень Здесь На меде 5-0 Любал По крипам У Синдерена 4-2 То есть Не отстаёт Как минимум Если отстаёт То не так Сильно Сильно Любал Теперь Придёт Крипвей В Синдерена Он Восполнит Это Недостаток Успел Подинай Синдерену Неплохо Вполне Добивает Чуть-чуть Психоньку Купил Бутылку Наконец Синдерен Здесь Бутылка Тоже Уже В пути Практически Одновременно Получает Вот только Синдерену Саппорты Заромились А к Балбе Нет Сажает Его в Дистрафшн До бутылки Тандерклэп Отлично Успел Он дать Тандерклэп Но Смого Хоть От глимса Анули Тут Здесь Саппорт Доквыряют Стэндин И ЖМ Берёт Вердлад Несказанный Это Мурат Дисраптор Герой Не то Чтобы Критичный Там Уровень На нём Но Понятно Что Появится Статик Шторм Неприятно Это Всё Файтах Но Сам Себе Он Не настолько Страшный Но Тем не менее Фердбат Никогда Не помешает Хорошо Заромились Там Против Вивера Всё равно Делать Был Нечего Вивер И бегает Быстрее Ботинок У него Уже Есть В общем-то Понятно Что На Виверу Тоже Надо Оказывать Давление То есть Теперь Они Вернулись И Крепа Моя Больше Не пустят Я думаю Вообще Никогда Вивер До сих пор Второго Урня Саппорта Здесь Джакира Третьего Уже Да и Матрон Тоже Третьего То есть Пока Что Ленинг Вом Седаве Ну Неплохой Однако Стоит Учитывать Что С другой Сторон Фармит Хаус Кнайт Который Придёт Потом И просто Раздаст Всем Четырехсекундный Свой Стана И Станет Грустно Надеюсь Что Туликс Запланировал Уже Покупку Ранее В БКБ Саппортом Тоже Надо Где-то Находить Фарм Начинать Делать Меку Все остальное Пока Что Только Ботинок Жакира Ну Четвертая Минута То есть Пока Все Не так Критично Смотрим Смотрим Накопил На ботинок Четырехминутную Руну Взял Бауба Глоруна Иллюзии Не такая Опасная Тендерстрак Меня не гоняет Непсосасин Здесь Подавили Пока Я смотрел Я смотрел Что Здесь Кто-то Его Есть На Топ Лейне Но Переключаться Как Почему-то Не Стал Здесь Тем Время Подавили Убили Дарксира Надо Было Дарксиру Все-таки В лес Ити Не Приходи Сюда Здесь Было Понятно Что Ну Пятого Уровня Уже Хаус Кнайт Стан Достаточно Долгий Получается В ответ Пытаются Здесь Тауру Атаковать Углей Пока Не Вкачано Туликс Еще От Вышкина Получал На Топе Тем Лик Тауру Забрали На Пятой Минуте Здесь Поменяться Хотели Хотели Но Не Получается По всем Саппортам Идет Они Друг На Друг Атаку Скидывает Дивер Еще и Крипов Всех Украл В общем Совсем Незадача Но Я думаю Сейчас Прогрызут До конца Осталась Одна Катапульта Где Там Крипы Крипы Достаточно Далеко К тому Прилетел Сюда Кипер С Кипер С Кипер Здесь Они Не Запушены Просто Вообще Себе Постоянно Заливать Ману Кастовать Ошадей Своих Иллюминейт Свои Удивлен Что Дарксир Так Вот Он Вроде В лесу Начинал Потом Пришел Умер И Теперь У него Одна Смерть 14 Крипов Всего На пятой Минуте Учитыв Лесных Крипов Надглубь Сидерин Находит Регена И его Находит Здесь Глимсует Подстан Надо Станеть Статик Шторм Отличный Но Выбегается У него Успеет Проражать Ультимейт Регеном Лечится Как-то Он Очень Странно Себя Повел То есть Ультимейт Понятно Что Не захотел На Дух Саппорт Встратить Но Если бы Он Это Сделал Он Сейчас И Кил Получил И Выжил То есть Реген В бутылке У него Был Я так По Он Хотел Проражать Реген Вместо этого Проражал Тандер Клэп И просто Взял Умер Надеюсь Заджукать Продолжается Откула Вивер Уже Не особо Стесняется У него Скоро ПТ Появится Есть Саппорт То есть Здесь у него Уже Полноценный Трилейн Пошел Пока Скорее Всего Команда МТВ Не Понимает Вот Идут Они По Виверу Играть Здесь Приходят Дали МПЛ Дали Лошадей И бежать Уже Надо Дум Саппорт Сейчас Вивер Всех Убьет Минус Один Делает Вивер Сейчас Ей Минус Два Делает Нет Не успел Глимсует Обратно Луну Посадили На МПЛ Опять Килинг Спрей Уже Клафа Отлично Заром Или Пришли Здесь Аж Вчетвером Пока Сверху Корак Здесь Синдерен Дерется Корак Знает Что Синдерен Начнет Умбить Он Развалится На Трех Пант И Лучше Этого Не Делать Вообще Поэтому Они Просто Формят То есть Друг Другу Не Мешает Нет Смотри Решил Синдерен Без Маны Кинули Дистрафшн На Эксмайк Но Здесь Уже Не Добежать До Него Там Все Очень Далеко Были И Рубольно Очень Дерелся У Него Хоть Даже ПТ Пока Нет Но Он Двойной Атак Своей Луне Достаточно Мало Остат ХП Вот Она Транкфил Будет Себе Доделала Допивает Регенится Корк 49 Крипов На 8 Минуте Сандерен Пошел Его убивать Поймал 2 секунды Гонит Дальше Пришел Дисратор Отлично Очень Ловно Пришел Дисратор Постатик Шторм Надо убивать Сандерен Пока Он Натемат Отлично Убили Пока Что Пик Дисратор На Все Сто Себе Оправдит Как Стан Туда Сюда Пролетел 4 Секунды И Корк Надо Крипов Убили Баню В любом Случае 1-6 Счет Пока МТ Дабы Ничего Не работает То есть Ферст Блад Взяли Замечательно Убили Дисраптора Ну а потом Здесь Саппорт Во все Стороны Просто Перемещаются Пока Что Исключительно Перемещением По карте Стратегически Темлик Обыгрывает Всех Зисип Остальной Аспад Замстили Наконец Даже Эклипс Поражал Зачем Эклипс Господи Там У Жука Здоровье На 1 каст Люсенбима Видимо Так сильно Они его ненавидели Не хотели Чтобы он Ультимейтом Вернулся Там Микростаны С Эклипс Но Ультимейтом Можно было И между Между Двумя Лучами Вполне Вернуться То есть Немного Странный Был Маневр Корок Пришел Он никого не боится У него есть барабан Есть синий ботинок Это он Одного Дисрапшен Другому Четырехсекундный Стянул Реальтиректно Матрем Матрем Бежает Поставлен Айспас Отлично Жарит его Дуалбрест Скинули Стянули Корок Умирает От Айншел Но ТС Все-таки Подполз И Бешаду Демона Микс Асайсон Тоже убивает Нет Просветки Вивер Взял Килл Убежал Пришел уже Синдерент Синдерент здесь летит Вот брайсер Но как-то Синдерент пришел Совсем Мало то что не вовремя Так еще и просто Вошел от вышки Подлучил И ушел Здесь Тауэр Просаживаясь Над луне Уже перемещаться сюда Здесь фармить Она Хочет сделать сначала Свой барабан Киллов она Наполучала Немножко В общем-то Не то чтобы Много Один килл Два ассиста Тем не менее Синдерент 0.2 Пока что в этой игре Он не особо полезный Единственная польза От него была Что он Кинул Тандерпеп На ферст глад По ассисту Своим друзьям Ну вот теперь Отлично бежал Но стянули его обратно В статик шторм И в очередной раз Убивают Отличный Дисраптор Контрит Этого Бремастера противного Который постоянно Разваливается Если его ганка Здесь же Есть достаточно долгий Сайленс Чтобы этого не происходило То есть И урон там хватает И В целом Его удержать там можно На пару с короком Они Вполне убивают Луна осталась одна Здесь Начинает сход Гонять Вирс В куче Постанили Балбу Он сход И глимсует Обратно То есть За макс И глимс Само собой Умирает Джакира Чуть не спас Его Шадоу Демона Но здесь Достаточно сложно Кого-то спасти Пробежал Мимо Иксмайк Блайндом Толкнул Крипов И Пробежал Дальше Сидерена Не теряет Надежды Продолжает Что-то Формировать У меня только Ботинок Палочка Бутылочка 12 минут Еще 4-9 Вот вроде Небольшой Затиш Можно посмотреть Пока на Графике Видимо Преимущество Команды Тимликвит Дисплей Н1000 По экспириенсу Больше 3 По золоту Ну в общем-то Пока что Не работает Ну совсем Ничего На миде В очередной раз Убили Сидерена Опять Статик Шторм В общем-то С винда Это просто Препол Слав Инстав Показал Его И Сидерен Уже Четвертый раз 0-4-1 В общем-то Все очень грустно Для команды МТВ Уже Прямо Я не знаю Я думаю Сидерен Там депрессия Будет в твиттер Писать сейчас Грустная история На этой неделе Насколько я помню Очень много матчапов По МТВ Будет очень много игр Что в ДОТ 2 Лиге Что в Дефенсе Вот Варлога Поймали Пытается убить Он Пока не Здесь всех Стоят на Аспас На Макропайре Тем временем Умирает Дисраптор Спасли Дарксира Кинули Дисрапшн На Корока Корока Убили Наконец-то Контрганг Хороший Затамтил Синдерен Синдерен взял Свой ревенш Килл Наконец Пообещал Использовать Шлем Хаус Кнайта Вместо кубка Вместо бокала Ринго Факвила Есть барабанчик В общем-то Луна Не так плохо живет Давайте на этот раз посмотрим На первом месте Она на самом деле Корок очень много перемещался По карте Искала киллы Тем временем Луна здесь фармила Есть у меня подозрение Что Если БКБ Она в скором времени Не сделает И Очень мало времени На это остается То есть На Рошане Там без БКБ Драться Будет просто С мудистом Но опять же Если сейчас придут Пушить Очень скоро Понятно Что Сандерен Прайма Сплит Так ни разу Не использовал Если использовать Может что-то поменяется Но Надежды на это Маловат Учитывая что происходит Уже Очень не соло Убивает балба Сандерен Они прогоняют Пришел еще и Корок Похоже Сейчас будет Прайма Сплит Сделать Прайма Сплит Но это Дефенсив Ультимейт Надо бежать на руну Пытается показать Что он умеет контролить Подкидывает Приходит сюда Дарксир Стягивается Командой МТВ Корок Второй камень ловит Как я и ожидал Ничего особо не происходит Кроме того Что Корок Находит Клаффен Стар Точнее Не Корка А Сандерена В общем даже убивает Тем временем Здесь Каус Кнайт На пару с балбой Умудрились убить Дарксир Но вот он Прожал Стик еще и выжил Корок выжил И убили Еще и Жакира В общем-то Три в ноль Так поменялись Поменялись Весьма неплохо Тем временем Здесь Луна Соло убила Кипровзлайт А вот Тауру Спел Вирус Денайт И матрим Назад откатывает Вот у матрим Теперь проблема Глимс Постоянно всем Очень мешает Отличный балбой Играет На дислаптер Прям как надо Глимс За Макс Он не стал Выдумать По поводу Урона От Андерстрайкера Позиционирование Это всегда Очень важно Уже один Старик Шторм Второго Левела Пришли на бот Здесь в принципе Запуш Но Я думаю Могут Весьма Ринг оф Хелс Есть Сувивера ПТ Базила Аурно Армор Здесь все Хорошо Надо Что-то думать Даль Даже щиток Прожал Не пожалел Балба Просто сейчас Тавра Они уничтожат Хотят Меняться На мид Команда МТ-дабы Но это может Для них Плохо выйти Учитывая Что Ультимейта У панды Нет И все Это знают Летят Многу Сюда Снерен Сейчас Глимсом Вернут Я ожидал Вернули Посадили На МПЛ Даже Статик Шторм Не стали Использоваться Отлично Всех Стенул Дарк Сирен Но Здесь уже Статик Шторм Всех отрезали Просто Перерезали Файт На две На две Половины С Вендеттой Убил Шадоу Дем Ну и здесь Уже остальных Просто Переубивали Три в один Опять поменялись Три Видимо Их любимые числа Они каждый раз Как не идут драться Три кила Забирают Уже По-моему Чуть не Не раз Семь было За эти две Игры Пошли на Рошана Можно Рошана Станет Уже Сбили ему Его штуку Называется Спеллблок Просто Вот так Не затейлю Стэмбаш Неперехватливое Название Рошана Оно будет достаточно быстро Колось Колось Корок Накидывает На него урна Здесь Мека Урна Вот так Без зарядок Но здесь Уже есть Форстаф У них Сосасин Весьма Довольно Кого-то Лимсом Закинули Опять Четырехсекундные Ну и Переехали Куликс Ворвался Дал Эклейф Корок Остался Без Аегиса Здесь Похоже Что блайндом Опять Закинули На клифф Синдерейн Бегает Ультимейт Но Есть у меня Небольшие сомнения По поводу того Что он им сделал Сейчас уже Ультимейт Закончится Сейчас он Сложится Обратно И Надо Куда-то Деваться Куда-то Бежать От всего Это Дал Всем Тандерклэп Отрезали Макропайером Макропайера Совсем Не боятся Идут по нему Вернули Жакира Еще Жакира Добили Поменяли Двоих На Аегис Но Не троих Но Тем не менее Ультимейт Сейчас уже Кусочки Линкенсферы Сейчас еще Войстоун Прилетит На Персеверанс Здесь Здесь Форстаф Лафенстаф В общем-то Можно смотреть На графику 18-ая Минута Если так Под откол Все пошло Чем дальше Тем хуже Дерутся МТВ В общем-то Надежды Уже У них Достаточно Мало Сейчас Появится Меха Немного Попроще Станет Эклипс Использила Луна Но Должные Эффекты Это не принесло Там была Меха Быстрая Быстренько Всех Отхиляли И потом Уже Даже По макропайзу Никто Не постеснялся Все Дружно Проражали Свои Мэджик Ванды И Пошли Смотрим Ботинок Варды Понятно Но все Очень бедные В общем и Целом Луна До сих пор Первый по Нетворсу Однако Саппорт Все Кипера Взлайт На третьем месте Нужен спел Либо от луны Либо Либо Пивко от бреймастера Которого он даже Не вкачил пока Формит Формит Скорого Нашли Отлично Подловили Суну Дистрапшен Убили Даже Макропайр Не пожалели То есть Теперь без маны Зачем дальше Нашли Матрима 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 Здесь надо Улетать Скорее Летят Кто куда Прошу Куну Не заметили Сейчас бы ее Глимсанули Обратно Напомним Можно Глимс Использовать На человека Который Телепортируется Он обратно Вернется Если Правильно Затаймить Даже Если Станов Нет Всегда Можно Вернуть Торксир Появилась Меха 1200 Есть Очень Нужный Эмпайп Однако Не знаю Появится ли Сандерен Гонится Пытается Прогнать Балбу В итоге Забейсил Два Телепорта Сразу Балбу Прогоняет Глимсан Толкается Здесь Лаф Толкнул Сам себя Сандерен Бежает Там Даже Барабан Уже Стукнули Опять Статик Шторм И Начинает Забейсил 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 Тиси Подошел С другой стороны Подобрал Килл Сам Бежает Может Купить Здесь Войд Стон В пути Сандерен Трайма Сплит Прожал бьет аэкс майка похоже добьет добил он аэкс майк гем вывалился есть тоже всех мало хп надо скорее всех прогнать жаль гем не успел взять слоты были почему гем не взял если взял гем могли бы сейчас еще и с виром что-то сделать вот не успели смотрим отправили за гемом и персеверинс успел купить в общем-то линкин сфера него уже есть до 2 минусе ворога находит дали прокаст получает килинг спрей 5 2 балды в общем-то не стесняется уже чуть не с дворами дерутся то есть файт происходило здесь ульта второго уровня сейчас скоро появится blink dagger но уже его инициации не будет не значить вообще ничего есть имейки есть форстаф есть все на свете есть линкин сферы в общем-то прыгнут он даст свой тендер клэп там либо все разбегутся кто куда либо его самого зафокусирует и убьют тси сейчас товар доберет поставили генетик пик на случай если кто-то пытается обойти не ставят паузу кто-то крашнулся жакиром стенд-ин рецепт на бкб есть как я говорил надо и как можно скорее бкб сова делать но уже бкб получается достаточно запоздал а то есть даже только один tower пока мтw пропушили но вот я не думаю что у них еще что-то получится сделать по этому поводу дрошан еще весьма долго четыре с половиной минуты жакира реконектнулся все дамы сейчас так и будет продолжать аркаде продолжать пушить твера смотри он жалуется на какой так не успел заметить куда куда там с ним чего делали все готовы гогол странный голос у дисраптора корок уже во вражеском лесу фармит вардом его видели но прогнать из леса никто не решается выключит ему армлет его и бумажка бумажка на линкен сферы прицепт армлета был включает выключает ключев противопотинок выключил просто маги армлета здесь пока задача просто отпушить войны не умирать некоторое время задача даже дбкб луны если это удастся в общем-то варды варды все они сняли матрим ходят с гемона защищает варды везде более-менее по карте они относительно спокойно то есть вардов как минимум в этом регионе вот есть один вард здесь но он уже сейчас упадет да и не так много он здесь значит никто туда пока не не суется смотри на появился блин здесь осталось буквально одну сотню сейчас она вот на этом кампе добьет его сделаю бкб с вами все будет хорошо у них на самом деле не факт чтобы все хорошо 12000 по экспириенсу 10 тысяч по золоту как минимум будет бкб однако урона уже не так много здесь же и вира начинает дамаж потихоньку вот смогу не убить если не ир так четырехсекундные стана в общем-то приятного мало загорелся x-майк сейчас что-то будет дамаж товар пока никто никуда не врывается синдерян сэм блинком пошел в обход у них есть гем до сих пор напомню поставили свой вард чтобы видеть что куда и ловит четырехсекундный сходу и просто он даже сделать ничего не успел убили буквально за одну секунду с двух кнопок второго стягивает сходу бкб она включает синдерена опять подловили опять подсален с четырехсекундный стана в общем то я думаю он проклинает все на свете уже 9 смертей у него не самая лучшая игра у него вышла баба отличного каждый раз фокусирует и сайленсы остался последний внешний тавр видимо хотят пока нет нет бремастера можно попробовать и этот тавр продамажить тир 3 плюет шадо демо у них но как-то не совсем убедительно вот здесь даже копии сделали с армлетом пытались вернуть матром немножко лимсонули очень не на месте в итоге витавр потеряли сейчас вернется синдерена у них уже барак бьют решает отойти но как-то не полностью пока барак они бьют похоже что и убьют вернулся вот вроде бы теперь уже вернулся в общем то произошел обмен 3 на 3 надеюсь все это успел запечатлеть 28 минута счет 16-31 давайте смотреть здесь в общем то продолжается обвал акций барак потеряли одну сторону в рошан появился можно рошан идти смело здесь есть и гему флафа отнял он на шаду демона в последнем файсе и можно реколить с друзей аэкс майк реколит короком достаточно быстро убьют понятно что никто не пойдет туда уже уже не в том а не положение что-то заходить с демоном аэкс майк аэкс майк призвал смолы сейчас уже будет форстав сходу смог форстав немного не хватило но в общем то неважно я думаю антидабы вполне понимаю что сходу придут к ним на бот корок играется с армлетом там баг что если крутить пауэр трэд то он немножко отхиливает покрутил пауэр трэд пока армлет включен в итоге отхилялся на пол хп не знаю баг это или фич но до сих пор не починили я надел в форуме про это описание что если крутить пауэр трэд и армлет по очереди то хп восстанавливается как бы это по механике более менее понятно что относительное хп становится ниже и выше когда переключаешь пауэр трэд собственно из-за этого все проблемы здесь на медиа тем временем убили очередной раз синдерена и всех уже призывают как-то они так убивают вообще походя между между делом можно сказать вроде бы берем асен но не самый худой персонаж но тем не менее каждый раз вот он уже сколько раз поумирал уже 10 смертей у него так мне прямо с самого начала игры не сдалось про тару чуть было не забыли но вот уже вторую сторону ломают смотрим четырех секунд и само собой кажется у корок меньше просто не бывает уже эту просто зарубил после реальти рейфа заломали вторую сторону очень уверенно очень стабильно здесь сыграли тем лик это матчат но видно что мт дал бы то ли опыта не хватает то ли что в общем то понятно что команда у них новая пока не только скримы в основном играли то есть компетитивного опыта помимо тренировочных матчей пока что не так много вот будем надеяться что раз за разом постепенно наберутся они опыта и сыграются начнет у них получаться все пока же эти игры выглядят не настолько многообещающе 3 секунды всего видимо неудачный день у корока со всех сторон килинг спирт есть гонит варвока здесь что-нибудь фонтан уже ныряют улекс пошел эклипсом всех бить фонтане люди умирают джвп говорится дрен ну это все на сегодня последний матч был вестер 3 уже в москве далеко за полночь вода я где-то нарежу их но появятся они часа через три очень долго они кстати там склеены воды то есть ближе к утру уже появится в москве сейчас опять склеится их в общем то надеюсь что завтра починит эту проблему с миганием стрима с мигом в остался сенделен только баба шат аутит своем папе шутка про то что там кто то по моему видит сделать шутливый твиттер баба с дэтвен шутит там шуточки про своего сына и просто дабили эншин лугейн так давайте посмотрим что у нас завтра совсем я забыл про это вспомнись завтра только join dota похоже начало у них двадцать один час по москве ну и скорее как раз тогда же и мы начнем то есть двадцать один по москве пока что будем так ориентироваться там команды но не самые увлекательные однако потом будет опять рейд колл моспорс против фанатика и у вот это будет интересно то есть будет играть европейские команды будет забавно агрессивный дотом спасибо всем до свидания москве а москве а и и и и и